Проект экспериментального марсеназского вертолета, который отправится на Красную планету в компании с новым марсоходом аэрокосмического агентства НАСА в 2020 году, подошел к финальной фазе испытаний. Как указывает на своем официальном сайте Американское космическое ведомство, эта миссия станет первым случаем в истории, когда в атмосфере Марса и других планет в целом, будет эксплуатироваться винтокрылый летательный аппарат. Никто ранее не создавал вертолет для Марса, поэтому для нас, как и для всех остальных, это совершенно новый и уникальный опыт. Наш летный образец, аппарат, который полетит к Марсу, недавно успешно прошел несколько очень важных испытаний, комментирует Мимионг, руководитель проекта марсианского вертолета в лаборатории реактивного движения, Джплэлэ, НАСА в Посадине, Калифорния. Законы физики говорят о том, что в условиях Марса летать невозможно. Задача поднять в существенно более разряженный, чем земной воздух Красной планеты летательный аппарат тяжелее этого самого воздуха кажется невыполнимым. Однако НАСА все-таки решило проверить эту идею, и поэтому в рамках миссии Марс 2020 на Красную планету будет доставлен демонстратор, который должен будет совершить первый управляемый полет в условиях марсианской атмосферы. О том, как машина сможет летать в условиях Марса в январе этого года специалисты Джплэлэ уже проводили испытания вертолета в искусственно созданной марсианской среде. В их рамках винтокрылая машина подвергалась воздействию низких температур, минус 129 градусов Цельсия, и летала внутри камеры, в которой имитировались условия марсианской атмосферы. Затем компактный летательный аппарат весом всего 1,8 килограмма перевезли на предприятие компании, так как проект является экспериментальным, марсианский вертолет не будет нести на себе никакого научного оборудования. Его основной задачей станет проверка возможности полета внутри марсианской атмосферы, плотность составляет лишь 1% от земной, что также докажет возможность сверхдальнего управления беспилотным аппаратом такого типа с Земли. Однако машина будет оснащена камерой, способной вести цветную съемку в высоком разрешении, что в перспективе может повысить потенциал использования подобных аппаратов для изучения Красной планеты. В мае вертолет вернули на предприятие Джплэлэ, где была проведена его доработка. Кроме того, он прошел ряд ключевых испытаний, в частности, на марсианский вертолет установили новую солнечную панель и произвели тестирование несущих винтов, чтобы убедиться, что все 1500 частей машины, выполненных из углеродного волокна, авиационного алюминия, кремния, меди, фольги и аэрогеля продолжают работать как единое целое. Мы ожидаем завершения всех испытаний и приготовлений, а также установки вертолета на марсоход этим летом. Однако, конечно же, самые главные испытания на Марсе, машину только ожидают, говорит он. Миссия Марс 2020 начнется в июле 2020 года. Запуск аппаратов будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Atlas V, принадлежавшей United Launch Alliance. Посадка на Марс должна состояться 18 февраля 2021 года. Основной целью миссии является исследование кратера Джезера, где НАСА надеется найти признаки древней жизни. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.